Сегодня, чему наш сегодняшний семинар посвящен? Тем, что по ренту новостей прошло сообщение, что удалось получить простое химическое вещество, которое позволяет двухлетних мышей сделать полугодовыми. Я напомню, что мышка живет в среднем годик. Годик мышка живет. Два года, два года, это уже очень старая мышка. Вот, 95% их умирают от рака. Значит, в чем суть, и пока что это трудно сказать, в чем суть их изобретения. И суть изобретения состоит в следующем. Что им удалось понять, что такое механизм старения. Мы знаем, что в клетке существуют два хранилища информации. Первое – это клеточное ядро. Второе – это ДНК-митохондрии. У них даже немножко разный код. То есть некоторые аминокислоты в митохондриальной ДНК кодируются чуть иначе, точнее, одна, по-моему, чем в клеточной ДНК. То есть по-разному это дело происходит. В общем, часть белков, которые работают в митохондрии, что такое митохондрия? Митохондрия – это энергетическое депо машины, которая работает, работает и работает, и дает нам энергию. Считается, что митохондрия – это некие простейшие существа, которые были когда-то давным-давно захвачены клеткой, не переварены, а включены в собственный метаболизм. Вот такая вот ситуация. И мы с той поры с ними живем в ситуации симбиоза. Да, напомню еще раз, что митохондрии у нас происходят только по материнской линии. Все митохондрии, которые у нас есть, они достались нам от матери. И ничего от отца. Только от матери. Такова ситуация. Что они говорят? Они говорят, что со временем им удалось обнаружить, что некое вещество, вот я сейчас его зачитаю, как оно называется, никотиномитодининодинуклеотид, вызывают у него сокращенно НАТО, со временем его концентрация в крови падает, ну то есть крови в клетке падает. И это приводит к следующему моменту, что другой фермент, который отвечает за тем, что за активность считывания информации с митохондриальной ДНК, наоборот, активизируется. Они называют его ХИФ. И вот тогда получается, что у нас возникает рассогласование между активностью митохондриальной ДНК, ее экспрессией, ее постоянным развитием, с одной стороны, а с другой стороны, на рассогласование. Оно не подавляется в тех мерах, которые они были нужны, с точки зрения клеточной ДНК. И у нас накапливается большое количество проблем и поломок. У нас митохондрия работает все хуже и хуже, энергетика оказывается все хуже и хуже, это приводит к большому количеству старческих заболеваний. И человек, тихонько, не только человек, а любое существо, оно умирает. Хочу заметить, что с самого начала митохондрии были всегда под прицелом во фокусе внимания геронтологов по поводу того, что именно они являются основной причиной старения. Вот у нас самый известный наш отечественный биолог Владимир Скулачев, он декан специального факультета в МГУ, созданного под него, инженерно-биологический, по-моему, он называется. Он с самого начала отстаивал ту точку зрения, что старение, это есть некий митохондриальный дефект, его надо устранить. Но с самого начала я говорил, что здесь виноваты активные формы кислорода. Те, которые приходят и своей активностью разносят у нас там все внутри. Нарушается синтез, нарушается структура митохондрии ДНК, все нарушается, и после этого человек или любое живое существо умирает. Скулачев совершенно справедливо замечал, что существует большое количество видов на земле, которые отказались от старения. Ну, в частности, не стареет щука зерная, не стареет, безусловно, многие виды черепах. Есть класс морские птицы, которые сохраняют вечную молодость, вечную силу со временем. Долго-долго, а потом в течение нескольких дней берут и умирают. Не стареет большой кит, синий полосатик. Он умирает, безусловно. У него чисто физический процесс. У него мутнеет хосталик, и он пристает видеть. И, собственно, его раскидывается на скалы. Но он не стареет. Он становится все больше и больше, интенсивнее и интенсивнее. Размножается и что-либо еще. Скулачев совершенно справедливо замечает, что старение есть нечто иное, как эволюционный механизм по поводу приспособления вести вида. Ну, в самом деле, говорит Скулачев, представьте себе двух молодых зайцев. Они запросто убегут от лисы. Вот теперь представьте двух старых зайцев. Один из них не сможет убежать, он будет стареть. А второй, если он окажется достаточно румным, то он от лисы где-то спрячется. И старение – это есть некий механизм, который позволяет вот такие особенности, ну, типа высокого интеллекта у зайца, то есть специально понижаются все характеристики жилого организма для того, чтобы на их фоне высветились какие-то своеобразные достоинства. И тогда у этого старого, но умного зайца будет неопределенный шанс передать вот свой интеллект по наследству. Вот такой механизм. Более того, оказывается, что большое количество паразитов научились отменять и приостанавливать процесс старения у своего хозяина. Так ведет, например, наша обычная жемчужница. То есть просто моллюск, на котором на севере у нас бывают эти, иногда жемчужины находят, он паразитирует, например, на семге. А семга, она совершает, как правило, одну ходку вверх по течению рек, из-за того, чтобы размножиться, отложить инку. После этого она там уже погибает. Иногда это происходит два. Дважды она сходит, но два – это меньшество из них. Но если она защищена жемчужницей, то она может совершать таких попыток до 13 штук. То есть ее жизнь увеличивается в 13 раз. Потому что жемчужница тоже погибнет и будет испытывать дискомфорт, если ее хозяин, то есть эта семга погибнет. Это очень важный факт. Когда я об этом прочитал, он сказал, что я начал думать, что существует простой молекулярный механизм старения. То есть есть просто какое-то вещество, которое та же жемчужница научилась просто-напросто прыскивать в кровь семге. Она впрыскивает его, и семга не стареет. Вот такая вот эта забавная вещь. Осталось его только найти. И вот похоже, что его нашли. Значит, еще немножко о Скулачеве, обо всей всей этой вещи. Значит, он год назад претензавал первый свой препарат. Они решили бороться с катарактой, с большим количеством заболеваний глазных. Его можно клеить. Ну, то есть он борется с активными формами кислорода. Как это делать? Ну, он-то антиоксидант очень мощный. Ну, всякие там витамины А, Е и всякие, и все прочее, они слабые антиоксиданты очень. А ему удалось создать вещество, которое по своей эффективности примерно миллион раз более эффективно, чем известные нам антиоксиданты. В их прикрепляются катионы, и поскольку у нас есть разность потенциала между митохондрией и вне-клеточной средой, и внутриклеточной средой тоже существует, то они следят за этим катионом, они доставляются на митохондрию, и там начинают выполнять свою полезную и хорошую работу. То есть они борются с активным формами кислорода. И тогда у вас митохондриальная ДНК становится более-менее устойчивой. И препарат он такой создал, их называют часто СКО-1. СКО-1, это ауионы у Скулачева. Значит, и шла определенного рода активная его компания. Я знаю мнение некоторых людей, например, председателя нашего всероссийского геронтологического общества, член-корреспондента Владимира Николаевича Анисимова, у нас здесь в городе Петербурге работает, такой человек, очень известный в геронтологическом мире. Он говорит, что да, а ауионов Скулачева, безусловно, есть польза, но не такая, сколько хотелось бы, собственно, самому Скулачеву. И вот такой препарат он есть, он действует, но сразу же могу сказать, что его просто так использовать нельзя, потому что визаметин, потому что туда домешно какой-то антибиотик. То есть он используется только для глаз. Насколько это эффективно, я не знаю. Потому что год назад была мощная рекламная кампания по его поводу, а сейчас эта рекламная кампания, она почему-то сошла на нет. Все, поехали, да? Значит, вот, значит, когда я услышал об их его, о том, что все относится к активному форму кислорода, который, где разносят несчастные митохондрии, ну, действительно правильно, потому что активный форм митохондрии в энергетических гиппо больше всего, сразу же задался следующим вопросом. Ну, простите меня, если бы этот процесс был такой, ведь митохондрии нам передаются от мамы. Значит, они были уже сильно разрушены, ДНК у них было бы сильно нарушено. Это означает, что митохондрии от поколения к поколению работали бы все хуже и хуже. Тогда бы человек, например, или какое живое существо, оно бы и несколько поколений бы не просуществовало. Такое ощущение, что эти митохондрии, несмотря на активные формы кислорода, всякий раз обновляются. То есть всякий раз рождается новый человек, и он рождается с такими же девственными новыми митохондриями, такие, какие и были. А потом их активность исчезает, если эта девочка, то она становится все слабее и слабее, после этого они опять внезапным образом чудесно молодеют, митохондрии, и опять передаются ее дочке. Это ее дочке, 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 дочке. Иногда и сыновья, но на сыне она заканчивается, потому что сын не передает митохондрии кому-то еще дальше. Вот. Такова вот эта самая ситуация. И чем хорошим механизмом... Можно замечание сделать? Наверное, при размножении происходит деление клетки, в том числе удвоение количества митохондрий. Нет, они все время делятся в наших митохондриях. Все время митохондрии, действительно, они размножаются все время. Их увеличивается. Ну и что? Ты представь себе, у тебя активная форма кислорода, исполченная ДНК. Когда она удваивается, эта ДНК, оно всякое там, то копия будет такая же плохая, как оригинал. Согласен? Ну, видимо, да. Хотя точно непонятно еще. То есть есть некий механизм, в клетке хочу я сказать, который, по крайней мере, один раз в жизни митохондрии работает, один раз в жизни, и он показывает, превозвращает ее в некую первоначальную целостность, в некую первоначальную молодость, что-либо еще. И чем вот этот механизм, почему я за него сегодня схватился и говорю, что если это окажется правдой, то человечество вступает вот именно в этот момент, запомните именно в эту эру, потому что она показывает, почему это так. А это бессмертие или вечная молодость? Вечная молодость. Молодость. Но не бессмертие. Но не бессмертие. Вы понимаете, если это так произойдет, то у тебя все равно будут какие-то физиологические изменения. Обязательно. Ты из них никуда не денешься. Но ты будешь уже похож не на человека, который 60 лет, как правило, по крайней мере, у нас в России, с трудом ноги волочит только. Большинство, по крайней мере. А ты будешь похож на этого самого кита, у которого, да. А как ты живешь тогда? Действительно. А? Ну, смерть твоей произойдет как? По каким-то уже физическим законам. Как у него мутнеет хрусталик, он становится слепым. По физическим законам, а не по физиологическим. Просто заканчиваются. Ну, там, допустим, у тебя есть там какие-то будут вещи внутри тебя самого, которые просто имеют срок годности. Ну, как в машине. В машине же очень часто есть детали, которые нельзя заменить. Ну, точнее, заменить можно все. Ну, почти. Ну, кузов, например. Которые просто становятся, физически прекращают свое существование. Ну, даже сейчас можно заменить. Там, органы отдельные. Или это другое уже шею. Все клетки же имеют, да. Есть же макро-деление клеток. Да, да. Кстати, потом будет важно еще. Это потом. Это, да. Так от чего органы внутренние тоже будут восстанавливаться? Да. В мышле они восстанавливаются. Вот берешь мышку двухлетнюю, ее органы, сердце, мышечные ткани восстанавливаются в ситуацию этой мышки среднего возраста. То есть 6 месяцев. Это абсолютно... Сознание. Сознание. Остается тем же или оно тупеет? Нет, остается тем же. Я думаю, что нет. Понимаете, ты, с одной стороны, ты имеешь навыки и искусство, которые присущи человеку уже пожившему, а с другой стороны, ты имеешь чистоту процессора, то есть и всевозможные физиологические способности, ну, роль двадцатилетнего человека, допустим. Я это фантазирую. Понятно, да? Мы же понимаем, что человек... Это по шахматам очень легко проверить. Но максимум он достигает 21 год. Примерно 20-21 год. После этого он сдает. Вот, например, известно про математику. Максимум только в умственном вычислении. В умственном вычислении, да. А вот, например, Акмэ у него то 33, то 40 с лишним лет или что-либо еще. Но в этом ситуации частота процессора и физиологические способности его сильно уступают уже 20-летнему. Частота процессора не самая главная, показатель. Да, не самая главная. Но, тем не менее, вот, если математику, то есть такое мнение, не сделал ничего до 20 лет, то ничего уже не сделает. Почти. Ничего существует. Все это делается как бы молодыми людьми. Там, где тебе, например, важна частота процессора. То есть в шахматах и в математике. А, например, в физике это не так. В физике частота процессора тоже важна, но нужны еще какие-то навыки определенные. Вот они там спокойно. В философии совсем не так. Да, в философии совсем не так. В философии совсем не так. Но, тем не менее, подарить человеку, который уже обладает определенного рода компетенциями, которые он накопил там 40-50 лет, поблагодарить ему 20-летнюю частоту процессора. То есть он станет математикой? Не знаю, кем он не станет. Ни кем хорошим он не станет, уверяю тебя. Есть замечательный фильм, который я не смог досмотреть до конца. И по Владимиру Соловьеву, по Сорокину снимался. Как я его не знаю, вы меня помните, как он был. Это значит, что где-то старые советские технологии, и туда приезжает группа различных людей, там диджей с радиостанции, какой-то министр нефти и ресурсов России. И после этого они там всем прилетают в вечную молодость. И у них ничего не... Ничего хорошего. Я его не досмотрел, до конца с ними не происходит. Так это современный фильм. Да, это современный фильм. Недавно снят. По Сорокину. Потому что начинает... Там же у нас через мистику. Да. Начинает кровь... Кровь играть, все, гулять. И вместо того, чтобы взять чем-то полезным, скажем, математическими усилиями, они начинают, как подростки, выяснять, у кого из них больше. Ну и так далее. И так далее. Это тоже, это опасно, существует. Но я хочу обратить. Есть то, что Стас говорит о теломиразе. То есть у нас у каждой клеточки существует определенный его родосчетчик. Клетка делится, и количество молекул на этом хвосте он все время уменьшается. Когда он доходит до определенного момента, все, деление прекращается. Но этот рецепт, который там, вот эта штука, она в полтора, в три раза превосходит наш нынешний ресурс. То есть вот эта процедура, она позволит жить дольше. Но она позволит жить дольше, ну, два раза, допустим. Но самое важное, она позволит жить старикам, 90-летним, с видом и с жизненными ощущениями 20-летнего человека. То есть человек сам будет принимать. То есть он будет... Подожди, а седые волосы? Ну, проблема седых волос уже давно решена. Как? При помощи краски. Нет, ну в смысле, они не восстановятся в естественный цвет. Да. Ты их подстаркиваешься, и у тебя вырастут новые молодые. Подожди. То есть если это вкалывают, органы меняются... Они начинают омолаживаться. Начинают омолаживаться. У тебя... Он уже и на лосо побрился, а потом... Ну смотри, что такое омолаживаться? Значит, одни клетки замещают другие. А разве не могут, вот они продолжают расти уже не седыми? И зачем им прийти? Ну, будут расти, безусловно. То есть у тебя корни, верхушка седая... Подожди, есть такой принцип, есть такой... Не обидно ли будет молодым так умирать? Да. Есть такой принцип обридегрея. Есть такой обридегрея, известный геронтолог современный. Он сформулировал такой принцип, который говорит, что каждые 10 лет мы можем продлевать свою жизнь еще на 10 лет. Но за эти 10 лет, пока мы живем, придумываются еще лекарства, препараты, которые продевают еще на 20 лет. А за эти 20 лет еще придумываются. И мы вошли, говорят, в такую стадию, когда человек цивилизованного мира, имеющий доступ к современным медицинским технологиям, теоретически, говорит он, может жить уже очень долго. Это вот обридегрея, такое принцип. И Россия это не имеет отношения, потому что мы доступа, понимаете, да, к современным медицинским технологиям не имеем. По крайней мере, подавляющей части. Нет, но даже какие-то деньги, наверное, имеют. Просто эти деньги мы не имеем, чтобы иметь. Ну, не имеем, да. Не имеем. Да нет, это дело... Какие-то деньги любой человек имеют. Ну, говорят, что наши олигархи летают в Израиль, спокойно стоят в очереди в обычную, клинику. Потому что медицина устроена таким образом, что она не может быть элитной медициной. Либо она делает для нее все, для первого встречного, либо она не делает ничего. Вот так устроена. У меня в частной клинике даже обуватные. Ну, тем не менее, это всегда поток. Ты вот это не можешь. Не можешь быть ориентирован на одного человека. Вот. Но я что хочу сказать, что вот этот самый механизм, вот эту мою проблему, которую я задумался, когда читал о работе с Кулачево, он как раз решает. У тебя не повреждается ДНК метахондрии, у тебя не повреждается ДНК ядра клетки, а происходит сбой в их работе согласованной. То есть взятая по себе метахондриальная ДНК, она такая же новая, такая же замечательная. Взятая по себе ядерная ДНК, она тоже неплоха. Хотя есть один механизм, который на нее негативно влияет. Но в чем дело, что такое старость? Старость, это когда у тебя над, количество нада падает со временем, а количество хифа растет. И тогда у тебя возникают проблемы, связанные с рассогласованием двух этих наших базовых генетических аппаратов. Ну, согласитесь, что результат сам по себе очень красивый. С очень эстетической точки зрения получаешь от него некоторое удовольствие. И самое главное, вот эту проблему старения митохондрий, который при концепции Скулачева возникает, ты на нее действительно должен получается с ней справляется. Действительно, это рассогласование в работе. Как решается рассогласование? Веществом каким-то? Да, хифом. Оно впрыскивается и все восстанавливается? Да, они этого не говорят. Они утверждают, что у них появились такой препарат, который увеличивает количество нада в клетке. А тот, разумеется, давит хиф. Вот хиф давит и у тебя происходит нормальная синтез белка, а именно митохондрий, нормальные реакции в тех тозах, которые нужны. У тебя не происходит этой гиперактивности. И после этого клетка автоматически получается омолаживаться. Вот как это возникло. жить вечно это уже не мечта, а ближайшая будущая. Это реальность. Не вечно, не вечно. Но сейчас наша... Самое главное вернуться, уйти от этой унизительной ситуации старости. Ведь смотрите, как на сегодняшний день было. Действительно, на протяжении по 6-летних 100-200 лет человек живет дольше и дольше. Но, к сожалению, ты сохраняешь этого человека в ситуации немощи. Ну, действительно, сейчас взять трясущемуся старику, начать менять органы при больших деньгах нет никаких проблем. Там, менять органы, что-то еще делать. Они действительно живут и по 90-е, и по 100 лет. Это... В цивилизованной стране это нормально. Совершенно. Но они живут уже в качестве старика, у них качество жизни не то. Они не играют в футбол, не бегают в стометровку. Только единицы из них там ходят в горы или что-либо еще. А ты превращаешь этого человека в молодого. И обратите внимание, какой за этим всплеск должен быть научно-технический. Ты возвращаешь людям, набравшим большое количество знаний и компетенций, возвращаешь чистоту процесса 20-летнего памяти. У нас и так 8 миллиардов людей. Куда нам еще сейчас удлинение жизни? Что-то другое. Ну, а чего? 8 миллиардов это ничто для Земли. Что ни проблема? Даже сейчас уже ноют, что Земля в этой земле может прокормить. Ну, это особо это... Человеконенавистнические люди воют. Они воют, да, действительно, что это так. Вот. То есть, вот такова суть вот этого моего сегодняшнего удивления, которое я этой ночью в Лентах Новостей области обладал. Так она человек еще не применяли? Нет, к сожалению, боюсь, что будет очень низково. То есть, наше поколение выводит, как обычно. Нет, если оно будет работать, ты его получишь. Лет через 10. 10 лет они что? Ну, смотри, вот была технология со стволовыми клетками, и что, как бы она зашла в тупик? Нет, 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 ты что? А как там? Расскажи тогда, что там всеми... Со стволовыми клетками сначала было, чтобы названы были обычные стволовые клетки, и полагалось, что еще... В чем отличие стволовой клетки, объясни, от обычной? Тем, что стволовая клетка может превратиться в любую другую клетку. А обычная не может? А обычная, ну вот сейчас пока, ну, тогда думали, что она не может превратиться в обычную клетку. И в результате, например, помните, была охота за эмбрионами. Почему? Потому что эмбриональная клетка, она, во-первых, не отторгается любым организмом, потому что она привыкла жить в организме чужого человека, который с матерью. И там есть много стволовых клеток. Ты из них можешь вырастить любые... То есть, стволовая, по определению, что это такое? Стволовая клетка? Ну, это клетки, которые получаются... Все остальные клетки. Ну, у тебя же понимаешь, что у тебя информация далеко записана, у тебя все записано там. И киломерал там тоже есть? Да, конечно. И тоже ограниченное? Да. А как с этим будет, по-моему? В итоге как-нибудь? Как-нибудь? Ну, я могу сказать, что... Да, по стволовой клетке сначала. Значит, вот, про стволовые клетки. И, значит, это так люди долго-долго думали над этим делом. И возникала проблема. Откуда брать по стволовой клетки? Ну, можно из них вылечить все органы вырастить, но взять их некуда. И пока, года три назад, не помню, как этих людей были, мы позапрошлом году дали анализскую пример по медицине, они поняли, что в обычной клетке можно включать и выключать несколько генов. По-моему, то ли 3, то ли 6. Не помню, сколько их было. И после этого у тебя обычная клетка, то есть, например, клетка кожи превращается в стволовую клетку. На сегодняшний день ты имеешь бесконечную возможность из твоих клеток выращивать любые органы. Это... Просто были такие факты, не факты, слухи, не слухи, непонятно. Считалось, что те, кто лечился стволовыми клетками, они там возникали раковые какие-то опухоли. Ну да, да. И они умирают. Ну вот. Это сейчас уже не так. То есть ты, ты раньше, ты вынуждены были брать, например, стволовые клетки эмбрионов или стволовые клетки другого человека. А теперь ты берешь твою собственную, которая не будет отторгаться, клеточную, кожаную структуру клетки, превращаешь вот эту культуру клеток в стволовые клетки и из них выращиваешь все возможные вещи. Вот недавно сообщалось, что человек потерял в результате рака нос. Ему взяли на руки этот нос и вырастили в Британии. Собирались пересаживать. Дальше информации никакой нет. Хотя было 3 месяца, я просто не следил. Вот такова ситуация. Как это можно на руке вырастить? Просто подключаешь его. Ужасы какие-то рассказываешь, какие-то знаешь. Подключаешь его отсюда. Носы, уши там все. Да, а потом вот туда его собираются пересадить. Было это удачно или не было, но эта возможность такова и есть. Их можно отдельно зависеть. То есть это не тупиковая технология? Это не тупиковая, это она сейчас только что расцвела, вот только что. Это новое скопление позапрошлого года. Потом свежая работа. То есть нельзя сказать, что медицина совсем уже... Просто я вот слышал доклад одного это как бы доктор или как там вообще какой-то кандидат медицинский молок. Он рассказывал, что человечество не занимается на самом деле продолжением жизни как бы главной задачей, да? А получается, что он не занимается, да? Какие-то исследования идут про улучшение качества жизни, про продолжение жизни, омолаживание и прочее. Наша трагедия в том, что мы вот сейчас живем, мы только что пережили информационную революцию, мы сейчас живем в медицинскую революцию, в период, биотехнологическую, да, биотехнологическую, так сказать. Вот мы и живем. Но ее проблема состоит, что на сегодняшний день это единственная революция, которая идет. Я просто не знаю, где что-то где-то идет. Больше ничего нет. Информационная закончилась, сейчас идет. Может, это нормальная ситуация человечества, что найдет от революции в одной сфере. А хотелось бы вот концепция технологической сингулянции, когда у тебя порывные вещи будут происходить в большом количестве сверх. И вот у нас сейчас, в 20-м году. Не, просто видишь, из того, что ты рассказываешь, складывается впечатление, что все-таки человек это биологический робот, понимаешь? Ну, конечно, не робот в том, каком-то примитивном смысле, как понимали его, там, Декар, там, да, когда говорили, что у человека есть машина. Ну, в каком-то смысле все-таки машина, да? То есть можно где-то что-то поменять, там, что-то нарастить. Человеческое тело, да. Человеческое тело, да, там, так все идет. Осознание. Нет, я просто к тому говорю, что, как ты говоришь, о революции, что которая идет только медицинская. Я считаю, что у меня антропологическая революция сейчас происходит бурная, светлая, в связи с тем, что, в частности, происходит революция медицины, происходит революция, там, я вижу всевозможные незначительные спекуляции на фоне... Не, просто что такое человек? Когда у нас здесь докладчик про гуманизм рассказывал, опять же возник вопрос, да, что такое человек? Возможно, когда что такое антропологическая революция, как я ее понимаю? Будет понятие человека, пересмотрено. Мы понимали, под человеком всегда вот некое глумогое существо без перья, да, такие святые. А теперь будет их много с перьями, да? Нет, нет, это как... А теперь получается, что человек все-таки на самом деле приобретает некого рода машинизм. То есть на самом деле как бы будет... То, что есть у человека, будет, допустим, могущественным ходу или какие-то у него там будут вставлены какие-то чипы там, инкорпорированные, или какие-то там усиливают какие-то жесткие диски будут там где-то внутри и прочее, чтобы информацию сохранять и прочее, то это будет уже все-таки тот же самый человек. Это не... В этом не будет... У нас сейчас это вызывает удивление. Мы смотрим фильмы или какие-то киборги, у которых в мозгу какие-то вставлены металлические части. Нас это вызывает определенный шок, так как бы некого рода неприятие. Но если посмотреть, что ты рассказываешь, то фактически это наше будущее. Да, но эта ситуация будет гораздо важнее. Не то, что сохранить вернусь человека молодостью, но сделать его еще лучше, чем он был. Совершеннее. Это безусловно так. Ведь этим же... Давайте подумаем. Вот операциям по лазерной коррекции зрения им лет 15-20 массово. Мы этого сейчас многие боимся. Вот я же... Мне как-то и в голову не приходит пойти откорректировать все зрения. Но это эффективная операция, которая реально делает человека лучше. То есть она людям, которые всю жизнь страдали близорукостью, она за несколько десятков секунд делает зрение единицей. Знаете, в чем проблема эта, которую я хотел заострить? Проблема состоит в том, что всегда считалось, что человек есть нечто как бы такое уникальное, сверхценное, неповторимое. И не даром как бы на самом деле идея Бога, которая вырастает из человека, она всегда вырастает из того, что сам по себе человек вызывает как бы удивление, и исходя из удивления человека о самом себе возникает удивление связанное с тем, как это из идеи Бога, что вот есть Творец, который все это создал. А теперь получается, что человек это вообще это машина, и мы понимаем прекрасно, что он... Человеческое тело. Человеческое тело. Человеческое тело. Все-таки, когда мы говорим, что нам ухватить человека вне его тела непонятно как. За что мы будем ухватать? Мы хватаем его за тело. Как вот, если человеческое тело становится машиной, то мы понимаем, смотря на все машины вокруг нас, что это вообще, говоря, вещь левопотворное, легко воспроизводимое, в этом нет никакой уникальности, никакой... Какой-то такой... В этом нет ничего удивительного. И вот это вот как бы наводит некоторого рода на уныние. Что человек, вообще говоря, как ценность, нивелируется. Когда говорят 8 миллиардов жителей на Земле, если человек не есть нечто уникальное, ну зачем такое боголовье скота? Ну зачем? Потому что если все мы как бы маленькие роботы, это все равно, что наделать каких-нибудь там запорожцев, наделать их миллиарды. И зачем им нужны эти запорожцы? Когда достаточно сделать какой-нибудь один там вот суперкрутый какой-нибудь там, условно говоря, Мерседес, или там все фильмы рассказывать про супергероев. Зачем нужны эти толпы человеческого рогатого скота, когда можно сделать одному суперману? Нет, это нужно самим, каждый человек себе не воспринимает. Да, это понятно, что каждый человек про себя может как думать. Ну поэтому хочет быть здоровым, молодым. Вот этот машинизм, на самом деле, который прослеживается и в медицине, и в философии, вспомним шизоанализ Белеза и Экватари, да, там, и вот сразу с гуманизмом этот докладчик приходил, и если так подумать, что он рассказывал, там, опять же, человек-машина, да, и там, и еще другие, со всех сторон мы слышим, что человек-машина, человек-машина. Только это и есть последний, как бы, не с чем-то лишним, да. Всегда был человек в центре, в центре был, да, все вокруг человека образовывалось. А получится так, что человек-это вот мусор. Зачем он нужен? А создавание человека, а сверхчеловека, как ниже говорить, человек уже не с чем-то с чем-то. Это следующая стадия. Потому что человек не нужен, он мусор, он должен прийти. Я всегда говорю, что создание из человека-сверхчеловека начинается с современной стоматологии. Вот стоматология, стоматолог, это последовательный шанс. Да дело даже не в Ницше, Ницше просто задал какой-то пародигму или как это, придумал мифологию о сверхчеловеке. Сама идея, это не от него же пошла, а мы прорастаем на самом деле этой идеей дальше. Мы понимаем прекрасно, что вот эпоха человека, как она была до сих пор в классическом смысле, она прошла. Мы на самом деле мамонты, которые вымирают на глазах. Вместо нам мы уже думаем хуже, чем машины. Никакой шахматист тоже не может состязаться с компьютером. Все. Человек, все уже, это нечто, что как бы дряхлое, вот как вот стоят, гниют автомобили, да, в гаражах там, ржавеет, а рядом, ну, проезжают новенькие какие-нибудь, спортивные машины. Вот все, мы уже видим, как эти спортивные машины на наших глазах уже выезжают, да, компьютеры, которые пока работают на нас, да, вот эти новые технологии и прочее. Я пока этого не вижу. А я вижу, я просто вижу на самом деле, что, что я как бы, все больше и больше человек умолен. Да, я просто как бы... А тебе, подожди, маленькое замечание. Так это и потому на самом деле уже и о Боге даже не мыслит, и не мечтает. Ну, если человек подобен Богу, ну, а человек умолен просто уже до мусора, то как бы даже страшно думать о том, что Бог подобен человеку и становится точно так, почти мусор. Я не разглядаю точку зрения. Я совершенно не комплексую и не считаю себя глупее смартфона. Вижу смартфон и не комплексирую. Да нет, дело не в том, что ты комплексуешь или не комплексуешь. Мы понимаем прекрасно, что человек стал какой-то вот руклигой, какой-то чем-то, что приходит, да, чем-то... Я не понимаю. Что... Пока ты не понимаешь? Я не понимаю. Даже, что ты рассказываешь, это видно на самом деле, это тенденция. Ну, мы знали, что человек смертен, внезапно смертен, а теперь мы можем сделать человека гораздо лучше. Ну, понятно. Откуда вот этот бодрый дух мне больше всего поражает? Потому что... Да вот это означает, что мы сами... Мы на помойку выбрасываем из расходованные детали машин, мы выбрасываем даже сами машины на помойку. А почему ты думаешь, что машина... А почему ты думаешь, что машина-человек точно так же не будет выброшена на помойку? Если она будет признана просто машиной? Пока бодрый дух основан на опасном человеческом сострадании. Что все глухие... Какое сострадание может быть в машине? Какое в машине может быть сострадание? Подожди, сострадание может быть только к уникальному сущему. Кто тебе сказал? Я тебе говорю так. А не может быть сострадание к машине, которая воспроизводится миллиардами тиражей. Одна ушла, другая пришла. Ну вот именно так оно и бывает. Что сострадание с точки зрения слепых, глухих. Вот послушай, подожди. Каждому слепому надо дать возможность видеть. Каждому глухому слушать надо. Только не надо, ты так во-первых не думаешь, что ты затвердил какую-то. Чего я затвердил-то? Потому что ты более цинищен. И то, что ты пытаешься высказать, это просто не твое мнение. Почему? Мне так кажется, я просто знаю тебя. По сути, на самом деле, человек воспроизводит человека. И мы точно такие же воспроизводимые существа, как машины. И только ты ведешь к тому, и я не говорю, что ты в этом виноват, а цивилизация к тому приводит, что мы точно такие же воспроизводимые машины. До этого мы пытались поднять человеческое достоинство до неба. Понимаешь? И говорили о том, что мы так же уникальны, как уникальный Бог. А теперь не так. А теперь мы будем воспроизводимыми машинами, будем сами себе доказывать, на самом деле, что мы являемся какими-то виттиками. Пошли, да? Ну что, еще что-нибудь? Вот это я называю антропологической революцией. Вот что я называю антропологической революцией. Человек непонятно. Но я тоже не вижу ничего, что по сути что-то изменилось. Но пока ты не видишь. Понимаешь? Всякая тенденция не появляется. А когда смартфон ставит 10 раз умнее. Причем я же не говорю только про смартфон. С разных сторон происходит эта ситуация. Мы видим свои границы. Мы вдруг обнаружим ее здесь, обнаружим ее здесь, обнаружим ее здесь. И вдруг понимаем, что мы ограниченные существа. Не просто в метафорическом смысле, а буквально в смысле. А потом мы придумали все антропологическая революция. Да нет. Ну когда ты не понимаешь смысла слов, которые я говорю. Я имею в виду, что если человека приравняют к машине, то посмотрите, как мы обращаемся с машиной. Сущие, которое воспроизводимо, а его не нужно, в нем нет никакой ценности. Воспроизвать любую воспроизводимую серийную сущность, это просто будущий мусор. Да, паровоз очень страшный, я понимаю. Еще здесь паровоз очень страшный. Человек, если точно так же воспроизводимый серийный, то он просто мусор. Вот подумай сам, зачем нам нужны будут воспроизводить люди? И откуда возьмется сострадание к машинам, которые испорчены? Вот в больницах, в сумасшедших домах находятся испорченные и сломанные машинки. Мы вообще-то почему-то не находим никакого сострадания по отношению к машинам, которые у нас где-то там пылятся и сломаны. Или валяются где-нибудь в мусорном ведре, те же самые смартфоны. А откуда возникнет сострадание, если это просто сломанная машинка? Откуда? Ну понятно, понятно. Еще что-нибудь, да? Ну почему сострадание вкололи ему? Сострадание, еще раз говорю, базируется на том, что человек уникальная, неповторимая сущность. И когда, как говорят, умирает человек, умирает целый мир, целая вселенная вместе с ним уходит. А теперь будет машинка сломалась. Не на этом сострадание сломалась. Не на этом сострадание сломалась. У тебя точно так же сострадание с каком-нибудь кошаком, который строит 50-5 рублей за килограмм. И так далее. Вот это все нормально. Черепахи с кротиком, с цветочком, который у кошечки умирает. Чем угодно. Причем здесь эта уникальная сущность? Это некоторые люди так и так устроены, что им для того, чтобы хоть как-то любить человека, им надо воображать, что он невыносимо прекрасен.